приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы всем всем здравия и солнечного настроения у нас сегодня очередной агрогороскоп на февраль 2022 года и он посвящен благоприятным периодом посева семян помидоров на рассаду феврале 2022 года но прежде чем мы рассмотрим весь этот календарь агрогороскоп я хочу ответить на те письма которые и просьбы которые сейчас у меня в почте снова же появляются в прошлом сезоне было очень много вопросов и просьба рассказать как же это все я высчитываю как это определяю вот это благоприятное время для посева или для посадки ну и для других агро приемов поэтому сегодня я более детально расскажу о своих наработках в изучении этого вопроса а вопрос очень сложный интересный и здесь еще столько нового столько интересного потому что сейчас идет перестройка полная перестройка материи всей солнечной системы а в связи с этим и нашей планеты и всего что живет в земле и на земле уменьшился после 2012 года протон а значит переписывается полностью вся материя это абсолютно новая тема и мы сейчас ведем свои исследования с растениями семенами уже на 30 процентов идет очень активное проявление солнечного календаря уникальные вещи в связи с этими преобразованиями происходят с растениями семенами без солнца без этой благословенной звезды в эпоху водолей невозможна жизнь на и в эпоху рыб невозможна была но там больше работала луна а сейчас преобладание будет солнца низкий поклон светилу за его тепло за новые световые вибрации которые оно сейчас посылает на землю каждому кто живет на земле независимо от того это человек животное растение камень и так далее мы собираемся этой теме посвятить отдельное видео особенно интересно вот как будут вести себя растения в связи с этими такими интересными изменениями ну а мы сегодня кратко охарактеризуем выбранные благоприятные часы для посевов семян томатов на рассаду я вот покажу и расскажу сейчас вам каким образом я делаю расчеты и что изучаю в этом плане естественно всегда у нас в расчеты ведутся по московскому времени потому что очень удобно по московскому времени в интернете найти вот эту программу сайт где можно высчитать время своей страны или своего региона по отношению к москве и так смотрите первый у нас прекрасный период это период нахождения луны в знаке рыбы растущая луна это плюс и рыбы это знак который благоприятствует развитию растений томатов выбираем вот эти дни что нам нужны для того чтобы использовать вот для посева для благоприятного начала для начала вот этого цикла жизнедеятельности для того чтобы заложить фундамент добротного урожая томатов итак рассмотрим 3 февраля начинается этот период с девяти часов и до конца суток мне заявляют некоторые что вот по календарю который составляется я вообще не изучаю эти вещи когда-то наблюдала там очень много неточностей так вот хочу обратить ваше внимание что новолуние у нас в феврале месяце первого произойдет 8 часов 47 минут и рыбы начнутся то есть луна растущая луна зайдет в знак рыбы 2 с 14 часов 1 минуты но это еще время гекаты время черной луны поэтому мы вот 3 февраля уже с 9 часов когда начинается чистое продуктивное время вот с этого момента мы уже рассматриваем вот эту ситуацию для посева но и это еще не все в этот день 3 февраля это 20 солнечный день 20 солнечный день это очень важный момент это закладка основание урожая на весь год солнце будет находиться в 20 солнечный день в 16 градусе водолея это очень интересный день мы наблюдаем за этими календарями солнечными здесь такая интересная информация заложенная такие энергии важные что вот этот день смотрите и по лунному календарю и по солнечному прекрасное время благоприятное время для того чтобы начинать посевы вот для того чтобы получить хорошие и всходы и затем рассаду здоровую и потом урожай следующий день выбран 4 февраля с 0 часов до 11 часов снова же до 11 часов это у нас лунный календарь луна без курса начинается в 12 часов 42 минуты и до момента перехода луны другой знак до 17 часов 57 минут луна без курса спящая луна это очень плохой период для того чтобы использовать для начала очень важного какого-то дела а посев это и есть это фундамент нового дела это фундамент урожая смотрим дальше солнечный календарь 4 февраля 21 солнечный день здесь уже солнце будет находиться в семнадцатом градусе водолея что это за день такой а это очень хороший день силы для нового начала и вот это новое начало у нас совпадает с лунным периодом с периодом рыб это тоже хорошее начало для того чтобы начать новое дело посеять семена и затем получить урожай вот это мы только один период рассмотрели я сейчас вам и все остальные докажу потому почему они благоприятны очень интересно дальше следующий такой очень важный период это время растущей луны в знаке телец 7 февраля с трех часов ночи до 0 часов это что касается именно лунного цикла лунной энергии очень хороший период и мы его используем плюс это 24 солнечный день а 24 солнечный день солнце в этот день будет находиться в двадцатом градусе водолея и здесь важная подсказка нужно работать с пассивными материалами с растениями только в позитивном настроении очень хорошая энергия будет удваиваться утраивается плюс в этот день 7 февраля марс это тот кто помогает томатом помидором он покровительствует тоже этому растению так он будет находиться в королевском 11 градусе козерога смотрите какая классная штука получается 7 февраля это и луна растущая в тельце в знаке стихии земли и еще и марс который будет находиться в королевском 11 градусе козерога тоже энергии земли дни корня как и дни тельца супер время очень хорошее время 8 февраля мы пропускаем 8 февраля здесь еще работает 70 процентов энергии луны энергии луны здесь очень стрессовые потому что луна будет переходить из первой во вторую фазу и естественно в это время нельзя закладывать фундамент для хорошего урожая никаких дел в это время не начинаем зато уже 9 февраля у нас только два часа 9 февраля будут хорошие но это золотые часы здесь у нас и и луна дает очень хорошую энергию в тельце и здесь работает уже 26 солнечный день это уже 21 градус водолея солнце в 21 градусе водолея а это значит идет закладка процветания урожая на фундаменте накопленного опыта мы имеем опыт и получаем процветание хороший урожай вот это у нас вот этот период всего два дня они один более длинный другой короткий но они настолько хороши и вот я вам дала расклад вот всех этих энергий которые будут работать для того чтобы наши семена проросли и еще один период это у нас очень важный период это растущая луна в знаке рак и здесь рассматриваем 12 февраля начинается вот этот период с 4 часа утра до 0 часов то есть до конца суток что это за день такой хороший рак покровительствует и томатом особенно ранним сортам и мы используем эту энергию это первое второе это 29 солнечный день 11 солнечного месяца великолепное время когда нужно проявлять активность в начинании нового проекта посев это и есть новый проект урожая здесь уже солнце будет находиться в 25 градусе водолея очень сильное солнце и оно будет очень сильно отправлять свою созидательную энергию на землю и всему живому на земле в том числе семенам клеточек клеточкам семян 13 февраля все 24 прекрасные часы можно использовать для посева в это время будет 30 солнечный день и солнце будет находиться в 26 градусе водолея и вот этот день не просто такой вот день для посева а здесь вы управляете временем и вы можете управлять вот создавать программу для ваших семян чтобы был хороший урожай какой вы хотите урожай разговаривайте с семенами работаете с семенами сеете и рассказываете и управляете вот этим процессом вместе с семенами будущим урожаем 14 февраля с 0 часов и до 12 часов только хороший период из-за того что луна без курса будет начинаться с 13 часов 28 минут до 14 часов 17 минут вот этот период конечно же срезается он не сильно большой луна будет спать но в 14-17 луна перейдет в другой знак поэтому мы до 12 часов используем но посмотрите по солнечному лунному календарю это уникальное время это солнце в это время находится в 27 градусе водолея и это первый день солнечный день 12 месяца солнечного месяца и называется этот день начало творения он посвящен творцу создателю всего живого на земле и нас и как частичек творца и всего что мы делаем и в этот день тоже очень сильно будут проявляться вот эти энергии творения мы создаем новое начало новую жизнь которая нужна и земле и нам будет служить урожаем и питанием самое главное хорошим экологически ценным витаминным питанием вот видите насколько много информации это занимает очень много времени и поэтому я сокращаю всегда когда даю вот эту информацию о благоприятных днях составляя агрогороскопы но это вот интереснейшая и новая абсолютно новая информация которая сейчас нами исследуется и эта информация будет служить через пару лет основой всех агрогороскопов 30 процентов останется лунного цикла 70 процентов это будут солнечные циклы и как они будут работать с семенами с растениями со всем что находится на земле и с нами в том числе вот это очень интересные процессы будем наблюдать записывать и делиться с вами вот этими очень интересными открытиями они просто захватывающие эти открытия нигде этой информации нет а вот путем опыта исследований мы приходим к этим интересным вот таким вещам открытием вот все вышеназванные дни для посева семян томатов на рассаду являются благоприятными периодами для замачивания это время для замачивания семян это информация важна для тех кто любит замачивать семена ни в коем случае не замачиваете семена в другие дни февраля ожидаемых результатов не получите это в лучшем случае и совсем потеряете семена в худшем случае еще раз повторю замачивание это и есть пробуждение семян и состояние покоя и начало нового жизненного цикла вот эти три периода которые только что прозвучали они являются теми моментами когда вы можете замачивать семена и они будут проклевываться и вы будете их затем выставлять в почвогруль для того чтобы дальнейшее дальнейший был рост семени и рассады и вот я вам дам сейчас вот эти дни когда можно будет уже проклюнувшиеся семена выставлять в почвогрунт этот первый период начинается в рыбах снова же 3 февраля с 9 часов до 0 часов 4 февраля с 0 часов до 11 часов можете сказать что как же так они посеяны замочены и уже проклюнулись дело в том что у нас в январе тоже есть календарь для посева и тоже есть те кто замачивали семена возможно в эти дни у них как раз и проклюнулись семена наконец-то семена томатов поэтому я даю все дни абсолютно а вы уже выбираете и вот я замочили семена допустим в рыбах 3 февраля и через обычно 5-7 дней появляются вот эти прекрасные первые проклюнувшиеся семена и вы можете исследовать вот эти процессы и использовать вот наши дальнейшие вот эти периоды для того чтобы уже положить в почвогрунт что можно использовать вот из этих периодов ближайших это будет телец но мы вернемся давайте после рыб у нас хороший период в овне это растущая луна 4 февраля с 19 часов до конца суток 5 февраля все 24 часа 6 февраля с 12 часов и до 19 часов обычно если вот 3 февраля замочить то уже в тельце при растущей луне это уникальный как раз период можно положить уже почвогрунт с 7 февраля с 3 часов ночи до конца суток 9 февраля с 5 часов до 7 часов утра следующий период очень хороший это снова же это растущая луна в знаке рак 12 февраля с 4 часов до конца суток 13 февраля все 24 часа 14 февраля с 0 часов и до 12 часов дня очень короткий такой период есть еще в деве если вдруг проклюнулись семена которые были посеяны вот этот в эти три периода 18 февраля начинается с 20 часов до конца суток вот такой короткий период и следующий период это уже убывающая луна как мы замочили семена при растущей луне то при убывающей это уже просто этап а начало у нас уже посев при растущей луне и так 19 февраля в весах убывающая луна с 8 часов утра до 0 часов 20 февраля все 24 часа 21 февраля с 0 часов до 7 часов 30 минут скорпион убывающая луна 21 февраля с 13 часов до конца суток 22 февраля все 24 часа 23 февраля с 0 часов до 11 часов следующий период стрелец убывающая луна с 24 февраля это период времени с 14 часов 30 минут дня до конца суток и 25 февраля с 0 часов до 5 часов утра 30 минут и козерог убывающая луна 25 февраля с 20 часов до конца суток 26 февраля все 24 часа 27 февраля с 0 часов и до 16 часов 30 минут вот эти периоды тоже мы сопоставляли с солнечными календарями солнечным циклом поэтому все эти периоды чистые благоприятные для того чтобы продолжить жизнь проклюнувшихся семени на этом мы завершаем сегодняшнее видео посвященное агрогороскопу посева семян томатов в феврале 2022 года желаем вам крепкого здоровья удачных посевов очень хороших вам позитивных таких настроений позитивного состояния и удачных всходов и хорошего урожая томатов в 2022 году над этим видео работали как всегда авторы канала раиса горяченко и александр волик до новых встреч на нашем канале пока пока огород 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 а Продолжение следует...